Это игра, сначала которую я не мог воспринимать всерьез, я ее считал настольной, обычной игрой, от которой просто провести время с друзьями, с пользой, но никак не воспринимал это как вид спорта. Но когда увидел, как занимаются спортсмены, как они тренируются, меня это очень заинтересовало, обовлекло. Поэтому я стал заниматься. Появилась цель выиграть ребят, спортсменов, которые со мной тренировались, кому я проигрывал. И благодаря этой цели какие-то успехи, результаты у меня пришли, потому что хотел добиться, выиграть чемпионат Казахстана, поехать на чемпионат мира, участвовать на чемпионате Азии, попасть на Олимпийские игры. Цели эти стоят, и поэтому как-то ты идешь к этой цели, и незаметно результат, твой прогресс, он идет вместе с тобой. Можно сказать, таким путем ты развиваешься. Меня зовут Дин, я мастер спорта Республики Казахстан, двукратный чемпион Казахстана, являюсь игроком национальной сборной. Приехал в Алмату, поступил в Центральный спортивный клуб армии. Мы там тренировались на базе. У нас был королевский стол, первый стол, второй, третий, и так три линии. Я тренировался на девятом, десятом столе. У меня всегда была мечта попасть на первый стол. Постепенно результат, прогресс шел, кто-то отсеялся, кого-то выиграл, обыграл на турнире. Все два года мы съездили на сбор в Россию. Я там набрал хорошую форму, приехал на турнир в хорошей форме, выиграл чемпионат Казахстана среди молодежи своего возраста. И для меня это дало большой скачок, дало мне какую-то уверенность. Через два-три года, когда был переход уже во взрослый теннис, я все не мог пробиться в тройку. Было очень сложно, была большая конкуренция. У нас много в Казахстане талантливых ребят с разными стилями игры. Пытался пробиться туда, но где-то чуть не хватало всегда, там то пятый, то седьмой, то где-то за тройку проиграем. Тренировался, терпел, тренировался психологически. Все равно сложно было, когда ты хочешь туда попасть. Еще из твоих спортсменов, которые с тобой тренируются в одной команде, кто-то пробивается. Ты видишь, что он пробился, но ты не смог. Пытаешься как-то за него радоваться. Тем не менее, я себе расстраивался, что ты туда не попал, ты хотел. Но эта цель и мечта, она все равно всегда меня преследовала. Я хотел, не опускал руки. Где-то в 2010-2011 году, это первый мой старт такой был, международный турнир. У нас проходил в Алмате, Южная столица. Я там занял третье место. И вот это мне очень сильно дало силы. Наконец, я попал в тройку, закрепился там, поехал на чемпионат мира. Дальше тренировался, рос, рос уже в составе сборной Казахстана взрослой. Я был там один из самых молодых, поэтому я видел перспективу, что у меня есть еще запас по возрасту. Я могу еще тренироваться, играть, могу добавить, играть еще лучше. КОНЕЦ ШУР Боу! 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 В этом году я первый раз попал в финал, участвовал в финале, для меня самый сложный матч был в полуфинале, скорее всего попасть в финал. Я в финале уже свой финальный матч провел уверенно. Я выступал с парнем, с которым я всегда тренировался, я уже знал его, то есть его стороны, как с ним играть и в основном у него выиграл. А вот полуфинальный матч для меня очень сложный был, я его выиграл тяжело 4-3 и после этого у меня как-то такой прорыв, облегчение, Наконец я это сделал, попал в финал, и в финале уже раскованно, уверенно выступал, и там по воле Всевышнего победил. И после этого там родители такие счастливые, то есть там ходят, у них спрашивают, они говорят, вот мой там ребенок, чемпион Казахстана, мой сын, это как у всех родителей, то есть они хотят, чтобы их ребенок там был первым, чтобы их сын был первым. И такой момент он меня всегда мотивировал, думал, лишь бы там их порадовать, как их порадовать, что сделать для этого. И в своем направлении пытался всячески их обрадовать, показать результат. И вот так получилось по воле Всевышнего, говорю, я занял первое место. Эта игра, она очень интересная, азартная, в ней получаешь очень много эмоций, потом есть соперник, то есть ты контактируешь с соперником, и постоянно соперники у тебя меняются. Это приносит много опыта, разнообразного опыта, очень много всяких элементов, от которых получаешь удовольствие. Это тренировочный процесс игры на счет, разминка, общение, соревновательный опыт. В настольном теннисе существует несколько видов игры, то есть атакующий стиль, защитный стиль и комбинированный стиль. Сейчас в основном используется, в современном настольном теннисе используют атакующий и смешанный стиль, это защита и атака. Здесь есть игроки такие с разнообразным инвентарем, с разными ракетками, то есть под каждого соперника приходится подстраиваться. Специфические удары у каждого, специфические отскоки, подачи. И подачи играют огромную роль, так как это начало розыгрыша. Во многих моментах выходишь к столу, не можешь принять подачу и, как правило, можешь проиграть всю игру или попросту отдать первый сет. Здесь каким-то деталям научиться очень сложно, потому что у тебя есть стол, есть соперник, есть мяч, от которого постоянно прилетают разные вращения, разная скорость. И ты под это все должен подстроиться за доли секунды, должен среагировать, сообразить и принять решение. Поэтому он сложный, очень сложный вид спорта, можно сказать, ювелирный. Но настолько интересный и цепляющий, потому что люди, которые приходят на настольный теннис, всегда, как правило, втягиваются, никто его не оставляет. Все продолжают играть и в любом возрасте, потому что он доступен для всех. Также есть секции детские группы, взрослые группы, там и люди в 70-60 лет занимаются этим видом спорта. Он приносит массу удовольствия. КОНЕЦ 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 часов это тоже требует физической выносливости и мышцы должны быть подготовлены. Физическая нагрузка здесь немного своеобразная, работают разные группы мышц, но в целом развиваются все группы, потому что это и опорно-двигательный аппарат, и развороты, и взрывная скорость, и выносливость, где действуют со всей мышцей практические. У нас сольный теннис, даже можно играть телефонами. От настольного тенниса я получил кучу знакомых, положительных людей, друзей, море общения, которое мне в жизни и по сей день помогает, то есть за счет которого я получаю удовольствие, живу, общаюсь со своими близкими, с друзьями. Благодаря теннису я многому научился. Теннис научил меня трудолюбию, что нужно тренироваться, когда на каких-то турнирах, соревнованиях были поражения, то есть приходилось перестраиваться, настраиваться дальше, то есть не опускать руки. Он мне научил терпению. Я думаю, он большую роль сыграл в моей жизни. Изначально, когда я занимался этим видом спорта, начинал, когда были какие-то поражения, расстраивался, уходил, думал о них, как я проиграл, зацикливался на поражениях, потому что хотел очень сильно победить, но я понимаю, что это не главное в жизни. И результат только от Сеушнева. Моя задача сделать все, что я могу, все, что возможно, выйти, отработать и показать, что я умею, и выложиться. А победа только от Сеушнева. В данный момент мы открылись с напарником Центра настольного тенниса в Нур-Султане. Сейчас занимаемся развитием настольного тенниса в Акмолинской области и в Казахстане в целом. Настольный теннис, он является одним из доступных видов спорта. Он положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, очень полезен для тех, кто страдает, у кого проблемы со зрением. И вообще он развивает все группы мышц. Это такая положительная игра, я думаю, которая может заинтересовать любого. Особенно если у тебя есть компания. Ты можешь прийти всегда позаниматься с тренером, поиграть, получить кучу эмоций. И вообще, если профессионально заниматься, она развивает реакцию, скорость мышления. Много, что можно оттуда излезть для себя положительного. И она очень интересная игра. И думаю, может каждый себе человек позволить заниматься этим видом спорта. Занимайтесь настольным теннисом, приходите в центр настольного тенниса. Играйте в этот прекрасный вид спорта, развивайтесь, занимайтесь спортом. Ведите активный, здоровый образ жизни. Продолжение следует...